Привет, друзья! Очень давно мы не снимали видео и скажу честно, что сложно после такого перерыва начать снова снимать для вас видео. Хочется рассказать о многом. Столько событий всяких произошло за это время и это все как-то нужно уложить. В общем, навык потерялся. Начну с того, что щенки наши разъехались. Один щенок у нас уехал в деревню, где у нас пасека. Там его заприметил охотник и захотел забрать его себе. Второй щенок уехал в Кемерово. Он живет у замечательных хозяев. Мы его звали Дакота. Но ему дали имя Донни. Они высылают мне видео. Я смотрю, наблюдаю за ним и очень радуюсь за щенка. Ему действительно очень хорошо. В семье есть дети. Старшему, по-моему, 10 лет. И это отличный друг для щенка Фокса. То есть, вместе им очень весело. Третий щенок Дарвин уехал у нас в Колунду к тому же самому молодому человеку, который забрал в прошлом году у нас девчонок. Девчонки тоже живут отлично. Он на них не нарадуется. Он очень доволен. И поэтому, когда узнал, что у меня есть снова щенки, он решил взять себе еще и кобеля. В общем, у детей все хорошо. Ричард у нас простыл, поэтому он немножко кашляет. Мы лечимся. Это о детях. Теперь о том, почему нас так долго не было. На самом деле, какое-то было такое бешеное время. У нас были подготовки к выставкам. Мы посетили 4 выставки. Было очень непросто, потому что собак нужно было постоянно готовить по шерсти. Нужно было ездить в залы. Нужно было тренироваться. Зума была совсем еще маленькая. Она была не отреангованная. Поэтому с ней нужно было заниматься, конечно. Времени было очень мало свободного. В общем, как-то у нас все не доходили руки до того, чтобы снять для вас видео. В мае мы посетили 2 выставки. У Зума были отличные результаты. Судим, она очень понравилась. Все были от нее в восторге. Сказали, что у собаки очень хорошее будущее. Звездная карьера. А Ричард тоже в мае на выставке взял бест первого места в своей группе. В группе терьеров взял 2 ЛПП лучшего представителя породы. В общем, мы очень плодотворно съездили на ту выставку. Следующая выставка у нас была в июле. Это была международная выставка. К ней мы готовились особенно тщательно, потому что очень волнительное это было событие. Все-таки выставка международная. Судьи, конечно, были иностранные. У нас был судья Финн. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И у Зума была еще одна региональная выставка в этот же день. На региональной выставке Зума у нас взяла ЛПП лучшего представителя породы, лучшего юниора. У нас был кобель взрослый в конкуренции. И тем не менее, лучшего представителя породы отдали все-таки Зуме. Судье она понравилась больше. Рич Цацып не взял. Получил отлично. Цац. В конкуренции он был третьим кобелем. Зума получила... Ну, у Зума, так как она была в классе юниоров, Цацып ей не полагался. Но она получила лучшего юниора. В общем, результатами мы довольны. При том, что мы ездили на несколько дней. Выставка проходила в Барнауле. И мы встретились с нашей заводчицей Зуминой. Они из Красноярска приезжали со своими фоксами. Мы отлично провели время с Зумиными родственниками. Были ее дядя и тетя и отец. Поэтому конкуренция у Ричи была очень серьезная, очень такая сильная. И я поняла, что такие мероприятия, они действительно очень нужны для того, чтобы были какие-то встречи, был какой-то обмен опытом. И для меня это был первый Цацып, первая международная выставка. Поэтому, конечно, это бесценный опыт для меня. В том числе собаки, конечно, вымотались, устали. Но меня удивила Зума. Она прям отработала очень хорошо. Был тяжелый день, была жара под 30 градусов. И мы там пробыли целый день. Мы пробыли там 11 часов на этой выставке. Конечно, было очень тяжело. В физическом плане. Но, тем не менее, собаки молодцы. Все выдержали. На следующий день все отраспались и поехали по домам. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, посещайте выставки, набирайтесь опыта, общайтесь. То есть, это очень полезно. Никогда на выставках, сколько мы были, такого количества фокстереров, конечно, не собиралось. То есть, всегда было 3, в основном, но это максимум. И то двое из них моих, как бы получается, собак. А здесь, конечно, фоксы, можно было посмотреть, какого бывают плана фоксы. Все разные и по экстерьеру, и по характеру. И с хозяевами общаться, конечно, было очень хорошо. В Англии 22 июня проводили национальный день фокстерьера. В Инстаграме я получила такую информацию об этом событии. Конечно, событие прям такое грандиозное. Очень интересно было на это посмотреть. Очень радостно, что проявляется такой интерес к нашей породе, что она начинает возрождаться, что люди начинают о ней узнавать гораздо больше. То есть, соцсети, они, конечно, делают великое дело. Не знаю, может быть, когда-нибудь в России тоже это все будет. Я знаю, что во многих регионах устраивают фоксовстречи. Убирается там какое-то количество собак. И на самом деле эти люди молодцы. То есть, они общаются, они встречаются, они фотографируются. Они классно проводят время. Потому что общение породников, это на самом деле очень важно. Это очень интересно, потому что мы все делимся своим опытом, своими историями. Ничто не заменит живого общения. Поэтому, если у вас есть возможность встречаться, делать такие встречи породные, надо это делать. И, возможно, люди все-таки будут больше знать о нашей породе, будут больше ей интересоваться. Потому что на самом деле фокс-терьеры, это отличные собаки. У нас еще есть планы на следующие выставки. Зума закрыла юного чемпиона России. У меня были мысли поехать с собаками в Казахстан. Попробовать выставить их там. Но пока я не уверена. Потому что, ну, как бы это все хлопотно и как-то так не очень понятно. Ну и непонятно, что будет с шерстью моих собак. Потому что собаки должны быть, конечно, в хорошей выставочной кондиции. Вот у Ричарда, например, сейчас мы сняли всю шерсть абсолютно. Потому что, да, от Сацибы мы ее прям берегли. Очень. И он был не в очень хорошей форме. Потому что шерсть уже переросла. И, в общем, как-то было сложно нам выставляться в такой шерсти. И поэтому, как только мы приехали с Сацибом, мы сразу все сняли на лысо. Вот так вот он вышел у нас. И сейчас мы просто ждем, когда он обрастет в хорошую ось. Посмотрим, к какому времени это все случится. В любом случае, мы планируем в октябре поехать в Новосибирск. Снова на Сациб. Там будет двойной Сациб, два дня. Надеюсь, что мы к тому времени будем уже готовы. Мы просто загорелись выставками. Нам нравится получать титулы, получать призы, общаться с людьми, общаться с собаками, смотреть на других, показывать себя. Пока у нас такие планы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите обязательно свои комментарии. Любите своих животных. Берегите их. Заботьтесь о них. Всем пока.